Я вам иногда рассказываю о лечении различных заболеваний, а вы дополняете своими наблюдениями или же рекомендациями. Вот я как раз говорил про лечение свищей и было сказано, что можно добавить еще и там сок алоэ. Сок алоэ вообще-то обладает ранозаживляющими свойствами, но это не тот случай, понимаете, вот когда рана, ее просто надо заживить. Ничего там такого нет. Это одно. А когда свищ, который из глубины наружу выводит гной, разное там содержание, алоэ туда не проникнет и оно малоэффективно. А вот упаренная урина за счет того, что это получается концентрированный солевой раствор, который за счет силы осмоса, если мы там вот наватку там нанесли, на турундочку приложили к свищу, что он начинает делать? Он за счет вот этого осмоса начинает вытягивать из окружающей ткани воду на себя и с тем более он начинает тянуть. Плюс обладает обеззараживающим действием, то есть надо еще обеззараживающее действие. А алоэ этим не обладает в той мере, в которой мы там думаем. Именно обеззараживающее. Вот и получается, что нам надо из свища вытянуть его содержимое гнойное, вытянуть вот эти вот бактерии, стафилококки, которые засели глубоко в тканях и поддерживают вот этот вот ной образующий процесс. То есть они там живут, лимпатическая система с ними там борется, обоззывается вот этот гной, и все это, знаете, периодически через по этому свищу выводится наружу. То есть он воспаляется, открывается, потом процесс вроде бы, как бы сказать, затих, но все это внутри идет, он опять повторяется. И так, будем говорить, до тех пор, пока у человека хватает жизненных сил справиться с вот этим вот процессом. Вот в этом большая разница. У пари на урина до 1,4 за счет своей концентрации соли, понимаете, она начинает тянуть из окружающих тканей влагу, плюс обладает мощным обеззараживающим эффектом, который несравнимый, ну, я так особо не знаю. Вот говорят там мумиё, насколько я вот, как бы сказать, мумиё, вообще такая вещь дорогая, редкая, ну, вроде бы как хорошо действует. Но тем не менее, я думаю, что упарина урина до 1,4. Дальше не надо упаривать, потому что меняются структуры, получается какое-то мыло, которое уже не обладает тем, что нам надо. Так что оно из глубины вытягивает гной, вытягивает эти бактерии и тем самым способствует заживлению. То, что не может ни одно лекарство, которое вот применяют от этих свищей, насколько я знаю, она может, и поэтому она справляется со свищами. Вот это вы должны знать, что как и действует. А не просто, знаете, а услыхали там на ранку, там алои, там ещё что-то там, татара, и всё, и это будет нормально. Важно ликвидировать процесс свищеобразования, который идёт внутри, у глубинах тела, у глубинах. Одна нарывает, другая глубоко в баку болит, как поёт Леонид Утёсов. Ну вот, знаете такие особенности. И в случае чего она вам здорово поможет. Особенно, знаете, когда вот ничего не будет, а раны существенные, гноящиеся. Это будет то, что надо. Знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс, моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА